Привет, кубисты! Я тут разобрался с некоторой организационной информацией, у меня появились новые данные, которыми я спешу с вами скорее поделиться. Итак, прежде всего уже точно известно время и место проведения нашей с вами встречи, встречи, посвященной пятилетию видеоблога 2 в Кубе, которая состоится 29 апреля в Москве в Клубе настольных игр под названием Geek Wars. Это, пожалуй, крупнейший московский клуб, посвященный ролевым играм, варгеймам и настольным играм в том числе. Очень большая площадка, просторная, вместимая, я надеюсь, что всем нам там будет комфортно. Одновременно посадить, играть за столы на игротеку мы сможем до 100 человек. Это достаточно большой объем, как мне кажется, и надеюсь, что места всем хватит. Я очень трепетно и в чем-то даже сурово относился к выбору партнера для игротеки, объясню почему. Мне прежде всего хотелось, чтобы у нас не было никаких ограничений, чтобы игротека не была ограничена играми какого-то одного издательства, хотя такие предложения были, мне это не очень интересно. Все-таки 2 в Клубе это видеоблог о настольных играх в максимально широком формате. Мне было интересно, чтобы вы смогли играть во все, что захотели, без привязки к каким-то конкретным издательствам. Поэтому за игротеку будет отвечать компания Арена Эмоций. Это ребята, которые уже неоднократно проводят игротеки, которые сдают настольные игры в аренду. В настолках они хорошо разбираются, так что за эту часть я спокоен. Мы уже обсудили с ними, какие игры должны быть, каких игр быть не должно. И я уверяю вас, что по набору игр мы сделаем все возможное, чтобы это было круто, интересно, и каждый для себя нашел что-то любопытное. Наше мероприятие официально зарегистрировано в числе участников International Table Top Day. То есть на сайте Table Top Day Международного дня настольных игр можно найти наше мероприятие в списке локаций. Это пока первое официально разрешенное, официально анонсированное и поддерживаемое ими мероприятие в России. И мне очень приятно, что именно два в Кубе стал таким первооткрывателем. И надеюсь, что в дальнейшем Россия также будет довольно широко представлена на карте Международного дня настольных игр. Что же будет ждать вас на самом мероприятии? Ну, во-первых, разумеется, это игротека. Это возможность просто собраться, поиграть в хорошие настольные игры, найти компанию или прийти своей компанией, сесть и поиграть, возможно, во что-то, чего у вас нет, но вы бы давно хотели попробовать. Я, например, сам был довольно частым посетителем игротек в свое время, до того, как их в моей жизни стало так много. С большим удовольствием такие мероприятия посещал, он всегда играл. Какой-то определенный дух в них присутствует, и я надеюсь, что моя игротека исключением не станет. Во-вторых, обязательно будет информационно-общительная часть. Я с большим удовольствием с вами пообщаюсь, отвечу на ваши вопросы. Это будет напоминать что-то вроде наших кубических трансляций, которые мы проводили время от времени, и обязательно будем проводить в будущем. Но в таком живом формате вы будете видеть меня с глазу на глаз, задавать свои вопросы не через чатик, а лично я буду на них отвечать. Думаю, что в трех блоках мы это сделаем. Расписание мероприятий будет чуть попозже, но по моим предварительным пока оценкам, я думаю сделать три блока ответов на вопросы в начале дня, в середине дня и вечером, чтобы люди, которые приезжают на какое-то конкретное время, каждый, в общем, на это мог застать. Будет сувенирная продукция с символикой 2 в кубе. Пока не буду говорить, что конкретно, но мне очень в этом помогает мой друг Вадим Лобов, которого вы можете знать по органайзерам и другим аксессуарам Майфи. Также на пятилетии 2 в кубе я планирую впервые приоткрыть завесу тайны и продемонстрировать прототип своей настольной игры, над которой я уже довольно долгое время работаю. Вы меня постоянно спрашиваете в комментариях, напоминаете о ней, и вот мне кажется, настало время продемонстрировать ее вам. Конечно, она все еще сыровата, дизайна полноценного у нас нет, но, возможно, даже какие-то наработки дизайна я успею вам продемонстрировать, если, опять же, до 29 апреля все устаканится и у меня будет возможность их вам показать. Но, тем не менее, базовые механики и такой предпечатный совсем-совсем-совсем бумажный прототип я обязательно продемонстрирую и, возможно, даже сыграю с желающими, если они появятся. Видео на мероприятие я, конечно же, буду снимать, так что те, кто не сможет по тем или иным причинам приехать, я думаю, что, по крайней мере, на канале YouTube сможет лицезреть, как это все происходило в таком сжатом формате. Также думаю над тем, чтобы организовать прямую трансляцию. Если технически у меня получится это сделать, если с клубом как бы в этом плане все состыкуется и все у нас получится, то, возможно, даже прям полноценную на весь день, на все мероприятие зарядим прямую трансляцию из Geek Wars дня рождения 2 в кубе. Пока не обещаю, но в планах у меня это есть. Какие-то еще активности, конкурсы, может быть, даже какие-то лекции, выступления пока в процессе формирования. И если у вас, может быть, есть какие-то идеи, что было бы интересно провести на таком мероприятии, по-прежнему я готов и открыт к вашим предложениям. Оставляйте их в комментариях, пишите мне в личку, если хотите. Все читаю, готовлюсь и надеюсь, что будет здорово. Единственное, чего я на самом деле сейчас немного опасаюсь, это того, что вас может оказаться слишком много. И будет тесновато, и не всем удастся найти себе место, чтобы поиграть. Поэтому у меня есть интересный и такой немножко альтернативный для вас вариант. 23 апреля, за неделю до нашего дня рождения, в выставочном зале на Воробьевых горах, тоже в Москве, состоится фестиваль интеллектуальных настольных игр для школьников. Называется он «Финиш», сокращенно. Это будет большое интересное мероприятие со своей игротекой, с турнирами, с мастер-классами, презентациями и всем-всем-всем. Мне кажется, это будет достаточно интересное мероприятие. Я не просто приду туда как посетитель. У меня там будет отдельное время, в которое я буду выступать на сцене, общаться с аудиторией в том числе, отвечать на ваши вопросы и так далее. Так что я предлагаю приехать на этот фестиваль тем, кто боится, что на дне рождения нам будет немножко тесновато. Для школьников, мне кажется, это прям вообще будет очень хорошее мероприятие, потому что оно, как я уже сказал, ориентировано на эту аудиторию. Это не значит, что там будет что-то детское, неинтересное, скучное. Просто люди с большим энтузиазмом, с большим подходом занимаются именно организацией большого фестиваля для школьников. Это будет большая площадка, а не маленький игровой клуб. Такое более масштабное, а не камерное мероприятие. Так что я оставляю вам выбор и опять же приглашаю всех желающих также поучаствовать и заглянуть на фестиваль «Финиш». Следите за афишей мероприятия. В вечернее время примерно у меня будет время выступления. Ну и я в социальных сетях обязательно напишу, когда будет известно точное время моего выступления на этом мероприятии, чтобы вы его не пропустили. Да, все наши более традиционные активности, посвященные дню рождения блога, никуда не делись. Они обязательно будут. Будут и конкурсы, будет и обзор по вашим заявкам. И есть у меня еще одно интересное к вам предложение. Такое, я думаю, оно вам понравится. Будет для вас тоже такой небольшой подарок. Все-таки 5 лет блогу. Но все эти активности будут у нас в мае. Вот как только после дня рождения я выдохнул, приду в себя, примемся праздновать юбилей 2 в Кубе уже удаленно в интернете. А всех желающих еще раз приглашаю на день рождения, на юбилей видеоблога 2 в Кубе, который состоится в International Tabletop Day, Международный день настольных игр, 29 апреля в Москве, в клубе Geek Wars на Повелецкой. Всех жду. Надеюсь, что всем нам будет комфортно, интересно, весело. До встречи на канале не только друзья. Пока! Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус.